Привет, дорогие зрители моего канала. Сегодня у меня есть для вас специальное видео. У меня замечательный гость. Его зовут Ричард Роллин, историк-торик-лингвист и один из лучших людей, которых я знаю в области изучения символики и наведения мостов между символическим мышлением и реальными политическими проблемами. Я очень рад видеть тебя на своем канале. Спасибо, что принял мое приглашение. Я действительно счастлив быть здесь, и спасибо, что пригласили меня. Я знаю, что было немного сложно запланировать это собеседование и все такое прочее. Так что спасибо, что нашел время. Никаких проблем не возникло. Итак, сегодня я хотел поговорить о целой, скажем так, области проблемы единства и множественности, которая, как мне кажется, является главной. Проблема, скажем так, не только современной, но и любой политической или общественной реальности как таковой. Это и есть центр всех проблем. Надеюсь, это будет только началом нашего разговора, но посмотрим, как все пойдет дальше. Я думаю, что мы оба можем обсудить именно то, что представляет собой пересечение двух взаимосвязанных, но немного отличающихся точек зрения. Политической теологии и всеобщей истории. И мы можем начать с изучения больших символических, если хотите, архетипов, через призму которых мы можем увидеть всю эту пьесу. По сути, все это разыгрывается. Извини за тавтологию. Итак, мой первый вопрос к тебе будет основан на том, что было недавно. И я рекомендую, чтобы в описании были ссылки на несколько видеороликов, которые вы сняли с Джонатаном Пежо о символике Вавилонской башни. Но, скажем так, для тех, кто не очень разбирается в символике, не могли бы вы для начала объяснить, почему Вавилонская башня является ключевым символом проблемы единства и множественности? Конечно. Все в порядке. Так что я попытаюсь подвести итог. Недавно мы с Поджо записали около двух часовых видеороликов. Так что там очень много всего интересного. Так что я просто попытаюсь как бы вкратце изложить кое-что из этого для вашей аудитории, а затем направить их внимание на это. Так что я думаю, что большинству из нас, возможно, знаком образ Вавилонской башни. Независимо от того, читали ли вы повествование, которое есть в книге о книге Бытия в Библии или нет. Но я думаю, что большинство людей вроде как знакомы с этой историей, не так ли? Итак, история заключается в том, что человечество появилось после Всемирного потопа, сразу после того, как Ноев потоп как бы накрыл мир хаосом. И уничтожил все живое, понимаешь, за исключением Ноя и его семьи. И теперь, когда паводковые воды отступили и человечество снова начинает расти и процветать, они собираются вместе и говорят, мы хотим построить башню. Они говорят, давайте построим башню, которая достает до небес, верно? И на самом деле на это есть две причины. Во-первых, можно сказать, что башня это искусственная гора. Таким образом, это способ спастись от вод потопа, не так ли? Давайте представим, что хаос уничтожил человеческие цивилизации, и теперь они хотят построить башню, чтобы по сути спастись от хаоса. Итак, в священных писаниях хаос символизируется потопом и как бы поднятием уровня моря. Все в порядке. Так вот, они хотят построить башню, чтобы спастись от хаоса, и чтобы хаос не смог уничтожить их снова. И вот они начинают строить эту башню. И еще одна причина, по которой они хотят построить эту башню, заключается в том, что она связана с идолопоклонством, с поклонением о Боге, но, скажем так, о неподобающем поклонении Богу. Так вот, то, что они хотят сделать, это на самом деле иметь возможность приносить пользу. То, что они на самом деле хотят иметь, это иметь возможность низводить Бога и как бы контролировать Его. И поэтому, если это так, то это источник идолопоклонства в священных писаниях, или своего рода первый случай идолопоклонства, происходящий в священных писаниях. И это задумано как способ, можно сказать, как своего рода манипулятивной духовность. Так что в этом смысле это транзакционный процесс. Идея в том, и именно так работает древнее идолопоклонство, древнее язычество, что я даю Богу что-то, и тогда Он собирается сделать что-нибудь для меня в ответ. Таким образом, это транзакционные отношения, которые на самом деле не являются христианством, или по крайней мере не являются таковыми так, как это и должно быть. Так вот, в чем заключается символика Вавилонской башни. Итак, все это развивается на основе повествования, содержащегося в книге Бытия. В предании начинают всплывать и другие детали. И я потратил много времени, рассказывая конкретно об этой традиции в том виде, в каком она представлена в книге юбилеев, которая является апокрифическим произведением. Она относится к еврейскому периоду второго храма. Так что, по сути, это период времени между Ветхим и Новым Заветами. А книга юбилеев, очень важная книга в нашей традиции. Так что я должен просто сказать для вашей аудитории, что я православный христианин. Я вырос, я родился, на самом деле я был своего рода евангельским протестантом, но потом, став взрослым, я перешел в православную веру. Так что в нашей традиции, даже несмотря на то, что книги юбилеев нет в нашей Библии, это очень важный труд в нашей традиции. И из этого мы узнаем много подробностей, связанных с историей Вавилонской башни. Итак, одна из деталей, которые вы узнаете о башне в книге юбилеев и в другой литературе примерно того же периода, заключается в том, что Вавилонская башня — это не просто башня. Это целый город. И это было бы очевидно для людей древнего мира. Они бы поняли это, но, возможно, иногда для современных читателей это не так очевидно. Если вы посмотрите на картины Брейгеля, то увидите, что перед башней обычно изображен город. Все верно. Это одно из самых известных изображений. Все верно, да. Я скажу, что иногда я видел, ну, знаете, иногда я видел картины или изображения, особенно когда я был молодым евангелистом, на которых просто была изображена эта башня посреди поля или что-то в этом роде. Значит, все совсем не так. Это город, о котором опять же в древнем мире люди должны были знать именно такие вещи. Конечно же, слово Бабель означает Вавилон. Так что ты понимаешь, что сказать Вавилонская башня — это все равно, что сказать башня Лос-Анджелеса, как будто там, очевидно, есть город. И поэтому книга юбилеев и другие древние тексты взяли эту идею города и на самом деле проделали большую работу, чтобы попытаться описать ее. Размер города, длина его стен, форма его стен как бы представляют собой идеальный квадрат. И вот что происходит, так это то, что Вавилон становится, можно сказать, архетипическим городом человека, верно? Именно это и представляет собой Вавилон, архетипический город человека. И это попытка все объединить и объяснить. Сейчас мы, как православные христиане, в нашей церкви намеренно проводим параллели между Вавилонской башней и праздником Пятидесятницы. Так вот, именно здесь можно по-настоящему увидеть единство и множественность этих образов. Итак, праздник Пятидесятницы, который описан во второй главе Деяний, рассказывает историю о том, как апостолы праздновали праздник Пятидесятницы в Иерусалиме. И они находятся там, в доме, который в нашей традиции иногда называют Домом Сиона. Это, вероятно, Дом Святого Иоанна Богослова. И они там, в его доме, и они вместе молятся, они празднуют Пятидесятницу. Так вот, Пятидесятница, это один из великих праздников, который было заповедано отмечать всем благочестивым евреям. И, конечно же, все первые христиане были евреями. И вот они принимают этот праздник, они принимают это повеление и продолжают праздновать его. И на самом деле, Православная Церковь соблюдала все праздники Ветхого Завета, но мы соблюдали. Но вы могли бы сказать, что в христианстве, по правде говоря, есть что-то вроде скрытое значение или скрытая истина праздника, которая была скрыта до Рождества Христова. Но теперь, после Рождества Христова, она была раскрыта, не так ли? И вот они празднуют Праздник Пятидесятницы, и когда они празднуют Праздник Пятидесятницы, на них обрушивается этот ветер. Так вот, детали ветра очень важны. Ты найдешь это в рассказе о Вавилонской башне, которой ты получишь. В юбилеях, где говорится, что Бог на самом деле разрушает башню. Так вот, эта деталь, ее нет в книге Бытия, но в нашей традиции говорится, что Бог разрушает Вавилонскую башню. Башня с ветром с небес, который разбрасывает башню, который по сути опрокидывает ее, верно? Значит, этот ветер стихает. И, кстати, согласно юбилеям, именно это и произошло. Вавилонская башня рухнула, верно? Что языки рассеялись, не так ли? И так Бог нисходит и рассеивает их языки, он смешивает их языки, и затем они рассеиваются по всему миру. Земля. И затем, как говорит Джубили, они начинают с этого момента и создают свои собственные языки, своих собственных богов, свои собственные башни и свои собственные города. Ведь так? И все, начиная с того, что они были единой человеческой расой, и заканчивая тем, что сейчас они разбросаны по разным местам. И так то, что происходит в день Пятидесятницы, это, можно сказать, исцеление или снятие этого проклятия. Потому что нисходит ветер, тот же ветер, который разрушил Вавилонскую башню, который рассеял народы, теперь он нисходит и нисходит на апостолов, и каждый из апостолов становится добрым. Они становятся как бы единым целым, или становятся похожими на маленькую башню, прямо с огнем, понимаете? Так что у них над головой эти языки пламени, верно? Лучше всего думать об этом как о свече. Ох, зажги ее, это как маяк. Да, маяк, это хорошо. Зажги свечу, если ты привык зажигать свечу во время молитвы. Но на самом деле людям нужно понять, что изображение на самом деле является тем же изображением, что и изображение башни. Потому что вся цель Вавилонской башни заключается в том, чтобы быть именно такой. Место, где совершается богослужение, верно? Значит, есть, 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 есть запасной вариант, есть пламя наверху, верно? Таким образом, это то же самое изображение. Итак, апостолы начинают проповедовать Евангелие, но когда они это делают, все, а на самом деле не все, мы подойдем к этому во второй главе. Но по мере того, как они проповедуют Евангелие, люди начинают их слышать на их родном языке. И не имеет значения, откуда ты родом, будь ты из Персии или, ну, знаешь, из Галлии или из Африки, например, из всех этих разных мест, которые упоминаются в книге Деяний. Ты можешь услышать, что проповедуют апостолы, ты мог бы это услышать на твоем родном языке. И очень легко понять, как это устраняет путаницу в болтовне языков, не так ли? Так что все происходит как бы наоборот. Но что действительно интересно, так это то, что это происходит не из-за того, что все сейчас говорят на одном языке, не так ли? Так что можно сказать, что сложность, которая была введена в Вавилоне, никуда не делась. Таким образом, эти люди по-прежнему говорят на разных языках, но теперь каждый из них каким-то чудесным образом слышит одно и то же Евангелие, переведенное на их родной язык, верно? И это является предзнаменованием того, что такое церковь, каким образом народы собираются объединиться, какими являются языческие народы, они собираются вместе. И они собираются стать церковью, верно? Это значит, что у вас есть русская церковь и знаете греческая церковь. Это Румыния. А сербская церковь, это ведь была Румыния, верно? Именно так. Вот так вот, все они, это одна и та же церковь и даже одна и та же литургия, верно? И в то же время там есть все это разнообразие. Есть все эти маленькие различия. Так вот, есть люди, которые на самом деле не слышат Евангелие, и для них это звучит как путаница. И поэтому они обвиняют, на самом деле они обвиняют апостолов в пьянстве. И важно понимать, что эти люди и причина, по которой они слышат это таким образом, заключается в том, что они отвергают Евангелие, они отвергают Христа. Поэтому они не в состоянии должным образом отпраздновать праздник. И ты должен понять, что эти люди на самом деле переживают вавилонское столпотворение. Они на самом деле переживают смешение языков в реальном времени. Тот же самый ветер, который, можно сказать, рассеивает Святого Духа среди апостолов и восприимчивых людей. Рассеивает и тех, кто не восприимчив. Хочешь получить это, не так ли? И таким образом вы одновременно проявляете это действие единства, потому что церковь собирается в единое целое. А затем также этот образ рассеяния, когда если вы отвергаете, если вы отвергаете, скажем так, последствия единства, или если вы отвергаете источник единства, тогда вы просто, вы просто переживаете это как, вместо того, чтобы переживать это как разнообразие, вы переживаете это как рассеяние. Так вот, в чем, в общем-то, основная идея. И что традиция продолжит делать дальше, так это использовать изображение Вавилонской башни для чего-то подобного. Так что позже в Апокалипсисе, например, в Апокалипсисе Святого Иоанна, Святой Иоанн будет использовать это в своем видении, он видит, знаете ли, Вавилон. Великий, Вавилон Великий. Ну что же, Вавилон снова в Вавилоне делает то же самое. Так вот, у тебя это есть в начале Библии. А затем, вплоть до конца Библии, у тебя появляется этот образ, который возвращается. И Вавилон Великий, Мать Блудниц, и этот образ, знаете ли, ассоциируется с начертанием зверя, о котором, как говорил Джонатан в некоторых своих видеороликах, является ли это попыткой создать нечто вроде тотализирующей системы, которая учитывает всех и вся. И тогда Вавилон описывается как блудница, верно, как проститутка, и все народы мира приходят к ней, верно? Таким образом, в Священном Писании есть идея о чем-то вроде центрального узла. Да, и в Священных Писаниях, и в традиции Вавилон противопоставляется Иерусалиму, верно? И Иерусалим это город Божий. И все это достигает кульминации в самом конце Священных Писаний, в конце книги Откровения Апокалипсиса, когда город Новый Иерусалим опускается примерно на полпути между Землей и небом. Получается, что он как бы подвешен над Землей и представляет собой идеальный куб, верно? Это восходит к ранним описаниям Вавилона как идеального квадрата, верно? Таким образом, вы могли бы думать о Новом Иерусалиме как о чем-то, что каким-то образом является посредником между Землей и небом, чем-то совершенным, где все учтено. Но это учтено надлежащим образом. Получается, что это идеальный квадрат, но в нем есть 12 врат и множество различных драгоценных камней, и во всех них заключено много символизма. А еще там есть сад и реки. У него есть сад, и из него вытекает река, которая орошает весь мир. Так что это одновременно Эдем и идея города. Все эти вещи объединяются в Новом Иерусалиме. Так что я думаю, что в основе этого разговора лежат два ключевых элемента. И я думаю, что действительно важно подчеркнуть, что у нас действительно есть два элемента. Во-первых, проблема единства и множественности реальна. И ты можешь возразить, что все, что угодно, начиная от атома и заканчивая семьей, от человека до любой группы людей, находящихся в некотором роде вместе, всегда находится на грани разрушения, в некотором смысле. Так вот, это то, что, например, греки называли стазисом, как нечто, находящееся на грани распада. И это не то, о чем вы знаете, что-то экстраординарное, например, чрезвычайная ситуация. Но это то, что всегда здесь. Как будто всегда есть шанс, что что-то развалится на части, если не объединиться ради чего-то. И можно сказать, что это объединение ради чего-то удерживает все вместе. Так вот, это и есть первый элемент проблемы. И затем, как ты, кажется, очень точно заметил, фактически у нас есть правильный способ объединения ради чего-то и неправильный способ объединения ради чего-то. И это в точности соответствует двум параллелям. Так что дело не в том, что единство и универсальность плохи сами по себе, но они могут быть плохими, если они объединены ради чего-то подобного. И я думаю, именно здесь я хочу начать с более похожего на политическое теологическое объяснение элемента. Потому что это именно то, ради чего вы объединены или насколько вы объединены. В чем же заключается разница в процессе этого единства? Почему какое-то единство приводит к тотальности, как бы это ни называлось, и к разрушению, и к объединению, и к тому, что мы говорим об искусственном интеллекте. Но в конечном итоге мы приходим к этой области и к альтернативному способу объединения, который по-прежнему является единством, но другого рода. И в качестве параллели можно рассуждать так. Вот что я бы предложил, например, я не знаю, задумывались ли вы об этом. И исследовать, например, я не знаю, откуда вы знакомы с хмелем. Но вы можете видеть, что у Гоббса есть еще один мощный образ. И Гоббс, я думаю, является основным теоретиком, скажем так, современности. Как будто ты можешь возразить, что все понимания политического сообщества, которое мы используем сегодня по умолчанию, это Хоббсон. И интересно, что он называет свое единство фактически Левиафаном. И с этой точки зрения Левиафан и Вавилонская башня также могут рассматриваться как фактически одно и то же. Особенно, если присмотреться к изображению Леви на обложке книги, которая напоминает множество людей, собранных вместе в виде маленьких точек. И я просто не знаю, задумывался ли ты об этом. Потому что это имеет прямое отношение к башне. Я думаю, потому что, как пишет Гоббс, он фактически спорит со святым Павлом, буквально приводя пример. Вот, к примеру, Павел в послании к Ефесянам пишет, что говорить правду и любить – это как решить проблему единства в многообразии даров среди доставляющих. Так что да, все люди разные, и мы все можем развалиться на части. Так как же мы можем решить эту проблему? Пишет Павел, высказывания «Истина и любовь» могут перерасти в него и во все сущее, что является главой даже Христа, для которого все тело гармонично соединено и уплотнено посредством, которое обеспечивает каждый сустав в соответствии с эффективной работой в меру каждой части. Превращает увеличение тела в созидание самого себя в любви. В то время как Гоббс в качестве буквальной параллели пишет, что художники создали великого Левиафана под названием «Содружество» или «Государство», которое является всего лишь искусственным человеком, в котором верховная власть — это искусственная душа, дающая жизни движения всему телу, магистрат и должностные лица, осуществляющие правосудие и казнь, искусственные суставы, награды и наказания, с помощью которых крепится к седалищу суверенитета каждый сустав. А члены движутся выполнять свой долг — это нервы. Так что это в точности та же параллель, но в целом различие похоже на церковь. И если можно так выразиться, правильный способ эффективного решения проблемы множественности в политическом сообществе — это любовь Христа. Это потому, что другого решения быть не может. Но, как я уже сказал, мыльный пузырь и Левиафан пытаются решить одну и ту же проблему с помощью страха наказания, вознаграждения. А вы можете рассуждать так же, как с помощью пропаганды и страха смерти. И я думаю, что это очень интересная тема, как и все остальное, потому что это краеугольный камень Левиафана и Гоббса, и он пишет, что, по сути, только страх смерти неизбежен. И это единственный способ эффективного построения политического сообщества, например, через сферу. А в другом выступлении Джонатан много говорит о том, что Леви — это символ Леви и символ смерти. Как будто он связан со всем, что приходит в смерть, побеждает смерть. Честно говоря, это эксперимент, и мне просто интересно услышать, что ты об этом думаешь. Но ты можешь, но можно утверждать, что, по сути, библейская башня — это попытка людей точно решить эту проблему, но не полагаясь на милость свыше и неэффективно. Должным образом, скажем так, уделяя внимание тому, что находится сверху, а исключительно отталкиваясь от чего-то снизу и используя основные инструменты страха вознаграждения. Наказание, скажем так, объединение, что, в свою очередь, неизбежно может привести только к саморазрушению. Так вот и это то, что я считаю очень интересным, потому что, если присмотреться к дальнейшему, скажем так, контексту, то можно увидеть, что это сердце многих современных институтов. Скажем так позже, это тот же самый символизм, который позже начинает развиваться в работах о таких людях, как Эммануил Кант, Агюст Конт, как французский позитивист, и так далее, и тому подобное. Также говори об этом так, как будто нам нужно вот это. Нам нужно это маленькое, как будто нам нужна множественность. Но эта множественность должна быть объединена определенной формой целостности. И на самом деле, это одна и та же история, воссоздающая саму себя. И именно поэтому я думаю, что больше всего меня поразило, когда я впервые услышал твой рассказ, именно то, что это та же самая раковина. И единственная разница заключается в том, на кого ты похож в основном, на кого ты похож в палатке, например, каков твой телос, так что, по сути, единственное различие заключается в твоем телосе и в том, откуда ты берешь сильные стороны своего телоса. Да, я имею в виду, что действительно хороший пример того, что такое дух Левиафана или дух Вавилона в нашу современную эпоху, если ты хочешь говорить об этом таким образом. Это и вот я здесь, просто понимаешь, это твой канал, так что прости меня, это слишком политизировано. Нам не обязательно говорить об этом. Но, но, но это же своего рода ЛГБТ-движение Плаес, верно? Причина, по которой они сейчас говорят плюс в конце этого слова, заключается в том, что вы знаете, что все начиналось так, как начиналось, как вы знаете, ЛГБТ, а затем ЛГБТ-права и так далее. Так что она продолжает расти. А потом им пришлось добавить Q, и потом и потом, понимаешь, по сути, каждый раз, когда появляется новая личность, ее нужно учитывать как часть системы. И вот что они, сторонники этой системы, по сути скажут. То, что они пытаются сделать, это создать мир, в котором все равны, где все включено, где каждый чувствует себя желанным гостем и все такое прочее. Но на самом деле то, что они пытаются сделать, это учесть все обстоятельства, верно? Разобраться во всем, учесть каждую личность. Так что ты можешь действовать по-настоящему. Но в то же время важно, чтобы каждая личность была атомистической идентичностью. Именно так все и обстоит. Это именно так и есть. Да, именно так все и обстоит. Потому что ты можешь, ты можешь найти этих, 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 знаешь, подойди и посмотри на людей, у которых есть определение сотен разных полов, понимаешь и просто знаешь. Каждый из них немного отличается от других. И цель состоит в том, чтобы как бы закрепить все это. Но тогда проблема. Проблема в том, что мы пытаемся все объяснить. Как бы мне это сказать? Вот так. На мой взгляд, саморазрушение — это саморазрушительный процесс. Ты даже можешь рассуждать об этом не с символической точки зрения, а с практической. По сути, вы постоянно усложняете систему, и каждое увеличение сложности без надлежащего упорядочивания просто создает, по сути, цикл отрицательной обратной связи. Ты начинаешь понимать, что эта сложность тебя перегружает. С этой сложностью можно спорить. Можно сказать, что она поглощает тебя целиком. Так вот в чем разница. Таким образом, мы признаем, что существует определенная сложность. Именно с этого мы и начнем. Многообразие существует. Это не так уж здорово, как будто это не сложная идея, и это не новая идея. Но она есть. Но именно по этому поводу и ведутся дебаты. А именно в этом и заключается весь контраст. Из опыта и из символизма мы ясно знаем, что существует сложность, которая разрушает. И да, может возникнуть чрезмерная реакция. И мы знаем, что эта реакция прикрытия эффективна, это всего лишь одна передача. Давайте представим, что для того, чтобы разрушить сложность и добиться единства именно через разрушение сложности. Или, как вариант, вы можете попробовать объединить сложность в нечто целое. Но это приводит к другой проблеме, как вы это делаете. И здесь возникает целая проблема вавилонского столпотворения против пятидесятницы. Что они оба пытаются решить одну и ту же реальную проблему, которую я действительно хотел, наверное, подчеркнуть. Потому что это вот, о чем я часто думаю. Особенно о том, что традиционалисты склонны немного упускать из виду. Мы хотим притвориться, что проблема не существует на самом деле. Проблема единиц и множественности очень реальна. Решения есть, но они разные. И в этом заключается простота. Так что это одна из тех вещей, когда требуется заказать тело, и именно об этом мы на самом деле говорим. Мы говорим о теле так же, как город это тело, страна это тело. Тело это тело. Тело это тело, человек, семья это тело. На самом деле, я думаю, что проще всего понять все это концептуально в меньшем масштабе. Итак, у меня пятеро детей, верно? У меня пятеро детей. Таким образом, существует множество вариантов. Верно, насколько это возможно, верно. И вот у нас с женой есть эти дети. И они такие, они начинают, можно сказать, как наши вариации, но очень быстро становятся самостоятельными людьми. Начиная с самого раннего возраста, даже в возрасте одного-двух лет. Вы уже можете видеть, как начинает проявляться их собственная индивидуальность. И по мере того, как эти вещи проявляются, возникает вопрос, как нам интегрировать эту новую личность, этого нового человека? Как нам интегрировать их в семью? И если ты чрезмерно строгий родитель, верно, тогда ты мог бы сказать, что мне нужно сделать вот что. На самом деле искорените эту множественность. Мне нужно выбить из тебя индивидуальность, чтобы ты стал просто моей копией, верно? Так вот, это один из способов, которым ты мог бы добиться этого. И как правило, если ты так поступаешь, то знаешь, что случится что-то плохое. Что-то плохое обязательно случится. Либо твой ребенок станет таким, как будто у него побит лоб, и слишком покорным, и... Либо он взбунтуется. Либо он действительно сильно взбунтуется в каком-то другом направлении, или может быть и то, и другое в конечном счете будет правильно. Но если ты попытаешься сделать это таким образом, случится что-то плохое. С другой стороны, если ты просто скажешь, что я позволю своим детям делать все, что они захотят. То есть я имею в виду, что есть люди, которые называют это воспитанием без родителей или воспитанием на свободе. Или что-то в этом роде, которые просто как бы говорят, я позволю ребенку делать все, что он захочет. Я собираюсь позволить им самим решать все, что касается их самих. И я не собираюсь делать ничего, чтобы придать им индивидуальность, о чем мы на самом деле и говорим Ове. Цель порядка в том и состоит, чтобы придать индивидуальность вещам, которые находятся ниже правильно, но не так, как нужно. И так, и так, ты знаешь, мои родители дали мне индивидуальность, и дело не в том, что у меня не было никакого вклада, контроля или власти над этим. Потому что очевидно, что в какой-то момент я сам принимал решение, но мои родители наделили меня индивидуальностью, и теперь я должен также помочь наделить ее своих детей. А если я вообще этого не сделаю, и я скажу, и я скажу, что я не собираюсь, я не собираюсь учить вас, ребята, ничему о Боге, потому что я хочу, чтобы вы пришли к религии совершенно самостоятельно. Это то же самое, что сказать. Кстати, я не собираюсь тебя ничему учить математике, потому что я хочу, чтобы ты пришел к математике самостоятельно. Или я не собираюсь тебя ничему учить, ну ты понимаешь, что значит быть математиком. Мужчина, что значит быть женщиной? Я не собираюсь учить тебя ничему из того, что на самом деле является фундаментальными понятиями о том, как устроен мир, потому что я хочу, чтобы ты пришел к этому самостоятельно. И если ты это сделаешь, то и твоя жизнь превратится в хаос, и их жизни тоже превратятся в хаос. Так и будет. Продолжай. Прости, я просто позволю этому случиться, потому что это так же, даже если бы ты захотел это сделать. Это было бы это буквально невозможно. Потому что, отказываясь от идентификации, вы фактически даете идентичность. Это парадоксальный способ, но ты тоже так поступаешь. Ты не можешь убежать от этой проблемы. Ты сделаешь это так или иначе. Вот и все. Да, и так или иначе, в конечном итоге, у тебя будут несчастные дети-невротики, верно? И поэтому тебе нужно как бы разобраться в том, что мы собой представляем, откуда берется наша идентичность как семьи. И ответ, как мне кажется, звучит так. Или ты мог бы спросить, например, в чем заключается потеря этого тела. Верно? Таким образом, ответ заключается в том, что потеря должна быть чем-то, что происходит вне самого тела. В этом и заключается часть проблемы. Продолжай. Я думаю, что это как раз ключевой момент. И в этом ключевое отличие всей Пятидесятницы от библейской башни. Потому что она как бы носит косвенный характер. Потому что, если представить, что башня построена снизу, то это то, что мы создали для себя сами. И ты можешь утверждать, что именно в этом и заключается проект создания идентичности, если хочешь создать подобие идентичности. Но, по сути, весь нарратив конструктивизма, постмодернизма, который сейчас также очень силен в политической теории. Например, вы можете создать любую нацию, скажем, за 10 лет образования. И вы находите и создаете новое политическое сообщество из людей, которые никогда не думали, что они такие. Но теперь вы даете им все целиком. Это история, сюжеты и так далее. Все это становится искусственным и происходит снизу. Но, с другой стороны, Пятидесятница — это идентичность, приходящая сверху. И вот еще один важный образ, который только что пришел мне на ум. Если хочешь, вспомни, как в наших церквях существует очень сильный образ Христа как пантократора, того, кто обладает всей полнотой власти. И ты можешь возразить, что это именно та сила, которая подобной идентичности государства или сообщества дается свыше. Так что я думаю, что именно в этом, в конечном счете, и заключается вся разница между этими двумя реальностями. Да, хотя все немного сложнее, чем кажется на первый взгляд. И причина, по которой я это говорю, заключается в том, что есть нечто, что ты должен делать, начиная с самого низа. И я приведу тебе самый простой пример этого. Самый простой пример этого в христианской теологии, верно? Это Божья Матерь, символы Фила, верно? И то, как отцы церкви понимали, кем она была, было как вершина человеческой природы или вершина совершенства. Человеческое достижение. На самом деле можно сказать, что она постоянно совершенствуется. Так что все начинается с самого начала, и все человечество заключено в Адаме, верно? А затем человечество Адама разделяется пополам линии Сифа и линии Каина, верно? А затем линия Сифа сокращается до линии Ноя, а затем от Ноя остается только Сим и его сыновья. А затем Сим и его сыновья сокращаются до Авраама. А затем Авраам сокращается до Исаака, а не до Измаила. А Исаак сокращается до Иакова, а не до Исава. И так будет продолжаться до тех пор, пока не останется только семья Давида, верно? И так далее по всем священным писаниям. Таким образом, к тому времени, когда мы дойдем до первого века нашей эры, в Израиле по сути останется только одна верующая семья, верно? И это святой Иоэль Кенана. Это Богородица. И она, это можно сказать все то время, когда оттачивается грань человечности, оно было заточено до этой единственной точки. Но вы также можете думать об этом как о своего рода органическом подъеме чего-то подобного, так что одно из имен для нее в службах о церкви, и это происходит из книги пророка Даниила. Это не разрезанная гора, не разрезанная гора, верно? Ты ведь знаешь, из чего получается камень, сделанный без помощи рук, верно? Другими словами, ты знаешь, что это Христос, не так ли? И это, но это связано с тем, что камень, сделанный без помощи рук, часто встречается в видении Даниила. Понимаешь, это ведь показано в виде этого куба, верно? Он имеет ту же форму, что и новый Иерусалим в Апокалипсисе. Так вот, в этом что-то есть? В этом что-то есть. Давайте предположим, что что-то поднимается навстречу небесам, верно? Именно так. Так что, по сути, у нас есть выбор, принять небеса или отвергнуть их. Так что да, когда я говорил, я не хотел, чтобы это было похоже на то, что происходит просто сверху. Это происходит сверху, но это должно быть осознанно, если ты хочешь сказать, что это воспринято. Да. Как будто это должно быть воспринято и принято. Да. И таким образом, восходящая реальность Вавилона, это идея о том, что давайте спустим небеса к нам, давайте будем контролировать это, давайте контролировать Бога, верно? И в конечном счете, именно эта идея всегда стоит за язычеством, особенно для людей, которые управляют всем этим, не так ли? Это идея о том, что я собираюсь пожертвовать своим ребенком, а взамен получу плодородный урожай. Или я собираюсь пожертвовать этим, а взамен я получу, собираешься сделать это правильно? На самом деле, в современном мире все еще существуют транзакционные отношения. Ты знаешь, когда кто-то решает, скажем, не заводить детей, чтобы продолжить карьеру, или они решают сделать аборт, чтобы продолжить свою карьеру, или что-то в этом роде. Это компромисс. Это сделка, которую ты заключаешь, не так ли? Это то, что на самом деле имеет много общего с древними религиями, такими как язычество плодородия или что-то в этом роде. И так далее, но да, разница между этим и Богородицей в том, что она отдает себя свободно, не так ли? И вот что тебе нужно сделать, если ты хочешь достойно принять небеса, так это принести себя в жертву. Ты должен добровольно отдать себя Богу, и как бы безоговорочно открыться, открыто принести себя в жертву. Итак, тогда вопрос, к которому нужно обратиться, заключается в том, что ты мог бы сказать, что проблема в том, чтобы вернуться к ЛКПТК-движению на некоторое время. Второй, это просто как пример того, что похоже на дух Левиафана и как это происходит. Одна из самых больших проблем заключается в том, что у него нет телоса вне его самого, верно? Это разнообразие само по себе или, но также это не просто не совсем разнообразие, потому что оно пытается учесть все. И поэтому оно является, это похоже на то, как будто все сосредоточено внутри, и над этим ничего нет, как будто его вообще нет. Выше этого ничего нет. Это, это, это уробус. Он пытается регенерировать. Постоянно рассказывай нам об этом внутри себя, но, проходя через это, ты можешь только пожирать. Вот так. Ты можешь задать вопрос, потому что ты можешь задать вопрос типа, зачем люди говорят о прогрессе, не так ли? Ну, само слово прогресс означает приближение к чему-то. Так вот. Важно то, что оно происходит постоянно, в нем также присутствует элемент чего-то от худшего к лучшему, что также парадоксально, потому что тогда каковы критерии лучшего? По какому критерию вы судите о том, что лучше или хуже? А что касается прогресса, то это как бы зависит от самого движения. Пока ты двигаешься, это хорошо. Я думаю, да, ты прав. Так вот, это именно то, что я пытаюсь сказать. Потому что у этого движения нет тела вне его самого, люди не могут сказать вам, когда это будет сделано. И это одна из вещей, по которой вы можете посмотреть на любое политическое движение и как бы судить о том, будет ли оно успешным. Или это нереально, или судите сами, вменяемо это или нет. Давай скажем так, судить о том, вменяем ты или нет, нужно потому, когда ты сможешь отдохнуть. Когда ты закончишь. Например, когда ты сможешь остановиться. Верно? И если ответ таков, мы никогда не остановимся, то ты понимаешь, что мы будем продолжать бунтовать, не так ли? Мы будем продолжать бунтовать. Мы собираемся это сделать. Ну что же, если это так, то то, что у вас есть, не является политическим движением. Это просто цикл деструктивного поведения, верно? Не знаю. У тебя получилось. Да, продолжай. Так вот, я не знаю, слышал ли ты об этом. Но был парень по имени Троцкий, и его политическая теория буквально называлась «перманентная революция». Да, да. Потому что... Я очень хорошо тебя знаю. Да, да, да. Нет, но это именно так. Именно так и есть. Так что я думаю, я думаю, что это один из величайших уроков. Я имею в виду, безусловно, один из величайших уроков в вашей части света. Понимая, что из какой бы части мира вы не были родом, вы знаете, что мы учились на горьком опыте, скажем, за последнее столетие. И мне кажется, что, к сожалению, некоторые люди не усвоили этот урок, и нам тоже придется усвоить его на горьком опыте в этой стране. Но... Да, я бы сказал, что извлеченные уроки во многих отношениях вообще не усваиваются. И именно поэтому я ставлю перед собой более широкие цели, потому что, на мой взгляд, это происходит гораздо глубже, чем, скажем, в начале 20-х годов. И именно здесь, по сути, все сводится к тому, чтобы с самого начала. Значит, проблема оригинальна. Проблема не в самом начале. Я так думаю, потому что знаю, что у тебя мало времени, так что я просто подведу итог. Итак, я думаю, что из этого разговора еще раз становится ясно, что всегда будет что-то, что останется неизменным. Как будто невозможно любить что-либо, например, любое явление, любую идентичность, существующую без чего-то, что остается неизменным. Но тогда возникает целая проблема. В чем источник этой удерживающей силы, или как будто ты хочешь стать Кхоном? И, возможно, мы сможем поговорить об этом во время второго выступления, потому что это очень интересно. В этом была вся идея чего-то, что удерживает, и вся идея силы, вся идея Катахона, который удерживает, вся идея времени. А каково правильное соотношение между идентичностью и тем, что удерживает эту идентичность вместе? И я думаю, именно поэтому история с газетой «Башня» не имеет отношения к прошлому. Она не имеет отношения к будущему. Она не имеет отношения к настоящему. Все дело в том, что это всегда, это универсально. Это всегда происходит одинаково, в одном и том же ключе и в той же манере. Мудрая история о биофане, как всегда. И я даже не углублялся в суть этого вопроса, но ты все равно начал с того, что рассказал обо всей этой временной сцене, которая является твоим большим открытием. Что это одно событие, что и было сделано. Ну что же, позволь мне немного поговорить об этом, чтобы как бы подвести итог. Потому что я думаю, что это было бы хорошим переходом к разговору. Я имею в виду «потому что», «потому что», «если ты хочешь взять все это и попытаться применить к чему-то в наши сегодняшние дни, и посмотрите на наши текущие проблемы». И очевидно, у нас есть проблемы в Соединенных Штатах. В Восточной Европе есть и другие проблемы, и все они связаны друг с другом. И все это связано с этим огромным духом Левиафана, с этой идеей, что мы должны все контролировать, мы должны отчитываться за все, мы должны быть уверены, что все в порядке. Вроде того, а также того, что не может быть. И это очень важно, что не может быть такого упорядочения идентичности, верно? Так вот, ты понимаешь, что в этом мире нет иерархии значимости или иерархии идентичности, но все должно быть учтено. Но это все равно должно быть учтено. Так оно и есть. Это должно быть одновременно разделено на элементы и объединено. Честно говоря, мне действительно приходит на ум одна фраза из Толкиена. И это единственный способ объединения, с помощью одного колеса управлять ими всеми. Да. Итак, идея, которую вы улавливаете в юбилеях, заключается в том, что каждый из великих праздников, таких как Пятидесятница, Поска и так далее. Каждый из великих праздников на самом деле празднуется на небесах. Ты мог бы сказать, если хочешь немного абстрагироваться от этого, что это божественная реальность, верно? Но тогда это врывается в историю человечества в определенные моменты времени. Вот это. Есть замечательный философ по имени Чарльз Тейлор, который написал замечательную книгу под названием «Секулярный век», и я думаю, что это действительно важная книга. И если у вас есть к ней доступ, то вам определенно стоит прочитать эту книгу, как и всем остальным. Это действительно важная книга. И поэтому в опыте времени, древнем опыте времени, он говорит о том, что он называет моментами хаоса. Ты можешь представить это так, как будто кто-то завязывает узел во времени, верно? И эти хаотичные моменты, это моменты, которые случаются не просто один раз, но к которым мы на самом деле возвращаемся снова и снова. Итак, мы записываем это видео за пару недель до поуска, верно? Так вот, через две недели наступит момент, когда мы будем в середине страстной недели или дойдем до конца страстной недели, а также в страстную субботу и в воскресенье поска. Таким образом, мы на самом деле будем ближе к событию, произошедшему две тысячи лет назад, чем к событию, произошедшему на прошлой неделе. Не так ли? В этом и заключается идея хаотичного момента. Можно сказать, что это как бы не во времени, или это нелинейное переживание этих важных моментов. И вот о чем я пытаюсь спорить в видеороликах, которые мы с Джонатаном и Пейдж сняли о башне из Вавилонское столпотворение, заключается в том, что именно эти хаотические моменты, и то, что и как мы в них участвуем, на самом деле придают форму нашему миру и помогают решить этот вопрос множественности и единства. И если ты можешь, то можешь выразить это очень простыми словами и сказать, что ты это то, что ты празднуешь. Так что, что бы ты ни праздновал, что бы ни праздновала твоя культура или твой народ, во-первых, именно сам акт празднования делает тебя народом. Так что, если ты хочешь быть единым, ты должен найти что-то, что можно праздновать, что объясняет все, не разрушая. А также уничтожает все, что находится внутри него, верно? Так вот, ты знаешь, в этом и заключается идея, и я думаю, именно поэтому для нас праздник праздника это воскресенье. Почему? Потому что это праздник для всего человечества. На самом деле не имеет значения, кто ты такой, воскресенье, знаешь ли, по милости Господа влияет на тебя, потому что это спасение человеческой природы от смерти. Так что это настолько всеобщий праздник, насколько это вообще возможно. Одно из моих любимых занятий, которым мы занимаемся, может быть, это будет хорошим завершением. Одно из моих любимых занятий, которое мы делаем в Пасха, состоится на следующий день. Так что обычно мы празднуем в субботу вечером, а на следующий день снова собираемся вместе в церкви. В моей церкви мы занимаемся этим примерно в 11 часов утра, что немного неудобно после того, как ты всю ночь пил водку, но ты делаешь то, что должен делать, понимаешь? И мы возвращаемся вместе на службу, которая называется Вечерняя Агапи. Агапи означает любовь, не так ли? Итак, Вечерняя Агапи это очень короткая, красивая, быстрая и радостная вечерняя служба. Но затем мы также читаем Евангелие, и это Евангелие о том, как Христос является учеником в верхней комнате и как он является святому Фоме. Именно к этому мы и вернемся в следующий раз, потому что я хочу поговорить об этом явлении святому Фоме. Сам святой Фома я имею в виду, что это прекрасный взгляд на разнообразие единства, потому что его фамилия или прозвище Дидимус-близнец. И вопрос о том, кто он из близнецов, был бы хорошим началом для нас. Так что позволь мне закончить словами, вот Евангелие, которое мы читаем, но в нашей практике мы читаем его не только на одном языке. Ты читаешь его в нашем приходе, мы читаем его на девяти разных языках. Может быть, в некоторых других местах они могут использовать только три или что-то в этом роде, но в нашем приходе мы читаем его на девяти разных языках. И причина этого в том, что это провозглашение Евангелия на каждом языке, для каждой нации, и это прекрасное выражение универсальности Евангелия. Воскресение Христа, но также и тот факт, что ты никогда этого не сделаешь. Уничтожь меня. Ты не потеряешь то, что имеет для тебя огромное значение. Это верно. Церковь не уничтожает твою индивидуальность. Сейчас есть определенные части твоей личности, которые должны понравиться, скажем, умереть и воскреснуть. Понимаешь, если ты собираешься войти в церковь. Церковь, но вам не обязательно прекращать быть союзником, или в моем случае мне пришлось бы перестать быть техасцем. Понимаете, потому что я пришел в церковь, верно? Так что, возможно, в следующий раз мы сможем встретиться именно там. Я думаю, что это идеальное место, чтобы начать в следующий раз. И я рад, что это произойдет в следующий раз. Я думаю, что ты только поверхностно затронул все эти темы, но я очень счастлив. Но я думаю, что на самом деле нам удалось показать, как все взаимосвязано между вещами, которые на первый взгляд никак не связаны друг с другом, но потом ты понимаешь, что это не так. Я вижу, что это именно те вещи, которые связаны друг с другом. Так что большое тебе спасибо за то, что уделил мне время. Еще раз благодарю тебя и желаю тебе счастливой помощи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!